Волшебник Баба-яга и заморышек. Русская сказка. Жил-был старик да старуха. Детей у них не было. Уж чего они не делали, как не молились Богу, а старуха все не рожала. Раз пошел старик в лес за грибами, попадается ему дорогою старый дед. Я знаю, говорит, что у тебя на мыслях. Ты все об детях думаешь. Пойди-ка по деревне, собери с каждого двора по яичку и посади на те яйца клушку. Что будет, сам увидишь. Старик воротился в деревню. В ихней деревне был сорок один двор. Вот он обошел все дворы, собрал с каждого по яичку и посадил клушку на сорок одно яйцо. Прошло две недели. Смотрит старик, смотрит и старуха. А из тех яичек народились мальчики. Сорок крепких, здоровеньких, а один не удался. Хил да слаб. Стал старик давать мальчикам имена. Всем дал, а последнему не достало имени. Ну, говорит, будь же ты заморышек. Растут у старика со старухой у детки. Растут не по дням, а по часам. Выросли и стали работать. Отцу с матерью помогать. Сорок молодцев в поле возятся, а заморышек дома управляется. Пришло время сенокосное. Братья траву косили, стога ставили. Поработали с неделю и вернулись на деревню. Поели, что бог послал и легли спать. Старик смотрит и говорит. Молодо, зелено. Едят много, спят крепко. А дело поди, ничего не сделали. А ты прежде посмотри, батюшка, отзывается заморышек. Старик снарядился и поехал в луга. Глянул, сорок стогов сметано. Ай, да молодцы, ребята. Сколько за одну неделю накосили и в стога сметали. На другой день старик опять собрался в луга. Захотелось на свое добро полюбоваться. Приехал, а одного стога как не бывало. Воротился домой и говорит. Ах, детки, ведь один стог-то пропал. Ничего, батюшка, отвечает заморышек. Мы этого вора поймаем. Дай-ка мне сто рублев, а уж я-то дело сделаю. Взял у отца сто рублев и пошел к кузнецу. Можешь ли сковать мне такую цепь, чтоб хватило с ног до головы обить человека? Отчего не сковать? Смотри же, делай покрепче. Коль цепь выдержит, сто рублев плачу. А коль лопнет, пропал твой труд. Кузнец сковал железную цепь. Заморышек обвил ее вокруг себя. Потянул, она и лопнула. Кузнец вдвое крепче сделал. Но та сгодилась. Заморышек взял эту цепь, заплатил сто рублев и пошел караулить. Сел под стог и дожидается. Вот в самую полночь поднялась погода. Всколыхалось море и выходит из морской глубины чудная кобылица. Подбежала к первому стогу и принялась пожирать сено. Заморышек подскочил, обработал ее железной цепью и сел верхом. Стала его кобылица мыкать, по долам, по горам носить. Нет, не в силах седока сбить. Остановилась она и говорит ему. Ну, добрый молодец, когда сумел ты усидеть на мне, то возьми, владей моими жеребятами. Подбежала кобылица к синюю морю и громко заржала. Тут синяя моря всколыхнулася и вышли на берег сорок один жеребец. Конь коня лучше. Весь свет и зайди, нигде таких не найдешь. Утром слышит старик на дворе ржание топот. Что такое? А это его сынок Заморышек целый табун пригнал. Здорово, говорит, братцы. Теперь у всех у нас по коню есть. Поедемте невест себе искать. Поедем. Отец с матерью благословили их и поехали, братья, в путь дорогу далекую. Долго они ездили по белу свету. Да где столько невест найти? Порознь, жениться не хочется, чтоб никому не обидно было. А какая мать похвалится, что у ней как раз сорок одна дочь народилась. Заехали молодцы за три девять земель. Смотрят, на крутой горе стоят белокаменные палаты. Высокой стеной обведены. У ворот железные столбы поставлены. Сосчитали сорок один столб. Вот они привязали к тем столбам своих богатырских коней и идут на двор. Встречает их Баба Яга. Ах вы, незваные, непрошеные. Как вы смели лошадей без спросу привязать? Ну, старая, чего кричишь? Ты прежде напои, накорми, в баню своди. Да после провести спрашивай. Баба Яга накормила их, напоила, в баню сводила и стала спрашивать. Что, добрые молодцы, дело пытаете или от дела лытаете? Дело пытаем, бабушка. Чего же вам надобно? Да невесты ищем. У меня есть дочери, говорит Баба Яга. Бросилась высокая терема и вывела сорок одну девицу. Тут они сосватались, начали пить, гулять, свадьбы справлять. Вечером пошел заморышек на своего коня посмотреть. Увидел его добрый конь и промолвил человеческим голосом. Смотри, хозяин, как ляжете вы спать с молодыми женами, нарядите их в свои платья, а себе наденьте женщины, не то все пропадем. Заморышек сказал это братьям, нарядили они молодых жен в свои платья, а сами оделись в женины и легли спать. Все заснули, только заморышек глаз не смыкает. Самую полночь закричала Баба Яга зычным голосом. Эй вы, слуги мои верные, рубите незваным гостям буйны головы. Прибежали слуги верные и отрубили буйны головы дочерям Бабы Яги. Заморышек разбудил своих братьев, рассказал все, что было. Взяли они отрубленные головы, воткнули на железные спицы кругом стены, потом оседлали коней и поехали наскоро. Поутру встала Баба Яга, глянула в окошечка. Кругом стены торчат на спицах дочерние головы. Страшно она озлобилась, приказала подать свой огненный щит, поскакала в погоню и начала палить щитом на все четыре стороны. Куда молодцам спрятаться? Впереди синее море, позади Баба Яга, и сжет, и палит. Помирать бы всем, да заморышек догадлив был. Не забыл он захватить у Бабы Яги платочек, махнул тем платочком пред собою. И вдруг перекинулся мост через все синее море. Переехали добрые молодцы на другую сторону. Заморышек махнул платком в иную сторону. Мост исчез. Баба Яга воротилась назад, а братья домой поехали. Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец. Редактор субтитров А.Семкин